Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Николая Слепцов у микрофона редактор Сергея Антонова. Как вы знаете, этот 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. Существует много профессий будущего, среди которых своей особенной профессиональной деятельностью выделяется генетика. Многие вещи люди склонны валить на гены. Мол, характер в маму, ум в папу, внешность бабушку и так далее. А все-таки, насколько большую роль играют гены в жизни человека? И что это вообще такое гены и ДНК? И что могут дать пациенту и обществу современные методы молекулярной генетики? Ответы на эти и другие вопросы мы получим сегодня у наших собеседников. Итак, это главный научный сотрудник, руководитель отдела молекулярной генетики Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, кандидат биологических наук, председатель локального комитета по биомедицинской этике Сардана Кононова. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. И научный сотрудник отдела эпидемиологии, хронических и неинфекционных заболеваний Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, врач-генетик, председатель ассоциации пациентов СЦА-1 и другими нейрогенеративными заболеваниями в Республике Саха-Якутия, отличник здравоохранения нашей республики Оксана Гавриловна Сидорова. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашем разговоре. Ну что же, а первый вопрос я хотела бы адресовать Сардане Кононовне. В последнее время слова генетика и ДНК почти нисходят с уст. Итак, что это такое? Давайте объясним. Сегодня у нас очень быстро развивается такая наука, как молекулярная генетика. Это раздел общей генетики. Но поскольку сегодня мы будем говорить о медицинской генетике, то эта молекулярная генетика будет связана с молекулярной медициной. Молекулярная генетика изучает структуру ДНК прежде всего. То есть структуру ДНК в нормальном состоянии и нарушенную структуру. То есть нарушенная структура ДНК – это мутации, как вы знаете. Уже 30 лет как расшифрована впервые структура молекулы ДНК. ДНК – это удивительная молекула. Это молекула, в которой записан генетический код всех живых организмов. То есть эта универсальная молекула представляет собой немножко как будто бы дискету, как сейчас говорят, компьютерную. И в ней записана не только информация об организме, но и его эволюционное развитие полностью. И поэтому, значит, это настолько удивительная вещь ДНК. Она огромная молекула, и она помещается в ядре клетки. Наши ученые изучают структуру ДНК с помощью специальных методов. Прежде всего, это очень универсальный метод, который называется полимеразная цепная реакция. ПЦР. Ну, вы сейчас все знаете, что такое ПЦР. Это понятие стало довольно популярным. Это уже такое популярное понятие. На самом деле, его открыли сравнительно недавно, этот метод. ПЦР в конце 80-х годов. Он заключается в том, что берут участок ДНК и размножают его в миллионы раз. То есть, получается, вот эта молекула ДНК, представляете, насколько маленькая клеточка, и в ней очень маленькая ядрышка. И в этой ядре в виде хромосом упаковано ДНК. И вот чтобы изучить структуру ДНК, нужно отщепить от нее кусочек и его размножить. И вот с помощью полимеразной цепной реакции размножают данный кусочек. И уже смотрят, либо он нормальный, либо в этом кусочке произошла какая-то мутация. И на основании этого уже делают выводы. Да, и уже на основании этого делают выводы. То есть, вот это основной метод. Следующий метод – это секвенирование ДНК. Что такое секвенирование? Это тоже открытое ученым Сенчером. Да, секвенирование позволило прочитать, что написано в ДНК. То есть, с помощью генетического кода, который состоит всего из четырех букв, это А, Г, С, Т, это нуклеотиды, записана информация в ДНК. И вот эти все нуклеотиды можно прочитать с помощью метода секвенирования. И как раз в 2008 году группа ученых, они поставили такую цель, проект «Геном Проджект 1000», да, они решили секвенировать тысячи человек разных национальностей, из разных стран, вот, и посмотреть, как у них различаются их геномы. Вот, и этот проект был успешно завершен. Они прочитали не только тысяч геномов, но и 2500 геномов разных национальностей, раз из разных уголков нашего земного шара. И, кроме того, у них есть каталог, куда ученые могут вкладывать свои открытия. То есть, этот общий каталог мировой, им пользуются все ученые. Вот, и как оказалось, оказывается, в геноме человека всего 25 тысяч действующих генов. Давайте сравним, да. Вот, например, у мушки дрозофилы в генах всего 13 тысяч, да. У круглого червя 19 тысяч, у человека 25 тысяч, у риса 45 тысяч, а у кукурузы 50 тысяч. То есть, вот, у кукурузы два раза больше генов, чем у человека получается. А почему? А почему так случилось, да? Значит, дело-то не в количестве генов. Сложность организма заключается не в количестве генов, а именно в регуляции генов. Вот, в регуляции генов все заложено. А регулируются гены чем? Они регулируются белками, ферментами и различными пептидами, гормонами и так далее. То есть, все, что у нас происходит в организме, в конечном итоге записано в генах. Хорошо. Ну, мы знаем, что генетика довольно молодая наука, да. А на каком уровне сейчас находится эта область знаний? Да, это область знаний в мире, конечно, на очень высоком уровне. Но дело в том, что и в России сейчас мы не так сильно отстаем от мировых достижений, я так скажу. И даже у нас в Якутии очень хорошо развита молекулярная генетика. То есть, мы идем буквально в ногу со временем. А как давно она начала развиваться в Якутии? И хотелось бы, конечно, знать ваш путь, как вы стали генетиком. В тихие 90-е, в 93-м году я, молодая, младший научный сотрудник, попала в программу, которая называлась «Биология изучения вилюйского энцефаломиелита». Эта программа возглавлялась лауреатом Нобелевской премии Карлтоном Гайдушиком и Львом Гальдфарбом, американскими учеными. Это была международная программа. Я работала в Якутском научно-практическом центре по изучению вилюйского энцефаломиелита. И эти ученые собирали в экспедиции очень много материала в виде крови. А я выделяла из этой крови ДНК. И очень много работало, мы выделяли даже по ночам. И получается, что Лев Гальдфарб меня пригласил к себе в лабораторию в Америку на стажировку. И там впервые я обучилась методам молекулярной генетики. То есть он меня научил секвенировать, ПЦР и так далее. И я обработала там в Америке все вот эти образцы, которые они собрали здесь. 300 образцов это было. Но в основном это были больные со спинно-цереблярной атаксией первого типа. Ну раз мы заговорили о больных, мне хотелось бы обратиться к Оксане Гаврилевне. Вы как практикующий врач, что можете сказать об использовании методов молекулярной генетики в практической медицине у нас в Якутии? Добрый день еще раз, дорогие зрители. Конечно, Сардана Конна остановилась на основном методе, который сейчас очень распространен. Это полимеразная цепная реакция. Это метод, который помогает нам выявлять ДНК какого-нибудь возбудителя. Это может быть мактерия, это может быть вирус. Следующий молекулярно-генетический метод, который широко используется, это иммунофлюоресцентный анализ. Сейчас у нас, конечно, идет пандемия, почему сейчас в масках сидим. И мы знаем, чтобы понять, все-таки мы переболели бессимптомно или нет, мы сдаем анализ на ИФА. Там есть у нас иммуноглобулины G, то есть это перенесенная ситуация уже. То есть организм ваш был сенсибилизирован, он был знаком, ознакомился уже с этим, скажем, агентом вирусом или бактерией. И он увеличивается по мере того, как этот агент вдруг у вас контакт был в автобусе или в магазине, то эти солдаты, так называемые, иммуноглобулин G, он начинает увеличиваться. И в анализах это все видно. Иммуноглобулин M – это такие иммуноглобулины, которые вырабатываются впервые, когда организм знакомится с тем или иным агентом. Вот этот иммунофлюоресцентный анализ, он тоже один из методов. Есть еще множество различных методов, которые используются в молекулярной генетике. Это блод-гибридизация по Саузерну, потом секфенирование идет, и ДНК-зонды используется. Но генетика такая наука, особенно молекулярная генетика, ее часть очень активно и быстро развивается. Кроме медицины используются методы молекулярной генетики еще и в судебной медицине. В судебной экспертизе. Описаны были случаи, когда преступления совершались лет 30-20 назад. Если материал остался, а ДНК он остается, то по нему можно определить уже постфактум, спустя столько лет, можно определить, выявить этого преступника по ДНК-следам. И также активно используются эти молекулярные генетические методы и в сельском хозяйстве, и в сельском хозяйстве, и в фармакологии также используются для того, чтобы разработать новые методы лечения. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Я напомню, что сегодня мы говорим о генетике, о ее значении в нашей жизни. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня у нас в студии врачи генетики. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о том, что изучает генетика и почему результаты деятельности ученых так важны для нашего общества. Ведь прогресс не стоит на месте, и ученым предстоит еще совершить множество открытий. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Итак, я напомню, что сегодня у нас в студии врачи генетики. Вы можете звонить и задавать свои вопросы. Мы продолжаем наш разговор. А вот как развивается молекулярная генетика у нас в республике? У нас в республике молекулярная генетика развивается очень активно. Дело в том, что вот интересный такой вот момент такой, что в 2000-х годах было очень хорошее финансирование именно молекулярной генетики. Но у нас вперед вырвалось практическое здравоохранение. То есть получается, вот мы с Оксаной Гаврилевной работали в медико-генетической консультации. И проводили там уже практическую часть. Тогда как наука немного отставала. И вот в 2002 году был образован Никотский научный центр комплексных медицинских проблем Алквиадом и Сидоровичем Ивановым. И вот этот центр подготовил очень много специалистов по молекулярной генетике. Это пришли молодые врачи. Целая когорта. Значит, это Барашков Николай, прежде всего. Харитон Куртанов, Лена Григорьева, Вика, Валентина. И вот очень много врачей пришли именно обучаться этим молекулярным методам. Медико-генетической консультации. А медико-генетической консультацией врачи были сотрудниками Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. И именно в стенах этого нашего института, нашего центра Были защищены огромное количество диссертаций. Огромное количество. И причем у нас было две научные школы. Одна научная школа – это Томская. И вторая – это Уфимская. Вот в Уфе под руководством очень известного генетика Эльц Камильных-Уснудиновой Были защищены докторские диссертации и кандидатские. То же самое в Томском институте медицинской генетики. Под руководством Пузырева Валерия Павловича. Поэтому на данный момент у нас получается Якутский научный центр развивается. Дальше очень много людей приложили к развитию молекулярной генетики очень много сил. Это Алквят Исидорович Иванов, Михаил Накентьевич Томский, Анна Николаевна Романова, которая является директором в настоящее время. Они уделяют очень большое внимание развитию именно молекулярной генетики. Хорошо. Оксана Гавриловна, мы часто пытаемся найти причины, почему мы болеем. Генетика может нам ответить на этот вопрос? Да, но если конкретно говорить о наследственных заболеваниях, а вообще, конечно, болезней достаточно много, то есть различные бывают причины, инфекционные бывают болезни, болезни бывают, скажем, при травме какая-то болезнь развивается. Если говорить конкретно о наследственных болезнях, то можно сказать, что итоговая работа генов зависит от сочетания различных генов. И гены кодируют белки, ферменты, на них влияет еще также работа гормонов. Плюс на работу генов также и влияют, скажем, мутации, которые они у нас везде всюду нас преследуют. Плюс ко всему еще было доказано в последнее время, что стрессовые факторы, которые в наше время, в период высокой урбанизации, они играют тоже высокие мутагенные эффекты. Но если говорить о наследственных заболеваниях, то в каждой популяции имеются так называемые молчащие гены, которые в итоге потом при встрече двух носителей, получается, что здоровая мама, здоровый отец, внешне здоровые, все хорошо, создают семью, и рождается ребенок с каким-либо заболеванием. То есть вот это называется носительство мутантных генов. Риск рождения ребенка с аутосомно-ресессивным заболеванием, как правило, бывает 25%. Есть другой механизм, это аутосомно-доминантный. То есть если ген передался, то он обязательно проявит себя. Бывает, скажем, в семье кто-то из родителей болеет, и он может передать этот ген, скажем, из пятерых детей, он передал, скажем, только двоим. А остальные трое, они будут совершенно здоровыми. И наследственные заболевания еще у нас бывают поздно манифестирующие. То есть с поздно манифестирующим эффектом. Да, с эффектом, с поздним проявлением, скажем. И бывают еще мультифакториальные так называемые заболевания. То есть много факторов влияет на наступление этого заболевания. То есть, предположим, у человека высокая предрасположенность, скажем, к сахарному диабету. Но он такой вот с детства его мама приучила, он занимается спортом, сладкое ему мама не приучала. Как сейчас обычно говорят, детям до двух лет вообще сладкое даже нельзя давать, вкушать. И он вот так вот был воспитан и таким образом, ну, так вырос, что он сладкое и мучное не употребляет, и это заболевание к нему не придет. Пусть даже у него высокий риск был изначально. И так же может случиться и с разными, скажем, носительствами. Плюс ко всему, конечно, сейчас большое значение придается вообще, вот в связи с ковидом тоже, да, нашей иммунной системе. Но мы знаем, что большую сейчас роль играет микробиом. Наше питание имеет большое значение, влияние имеет на нашу иммунную систему. Вот, поэтому надо себя оберегать обязательно, исключать стрессовые факторы, правильно питаться, следить за собой, ну и, конечно, искоренять вредные привычки. А каким основным генным заболеваниям подвержены представители нашего региона? Есть какая-то статистика? Да, учитывая то, что в Якутии исторически так сложилось, что случился дрейф генов так называемый. Да, дрейф генов – это что такое? Это когда, значит, в силу исторических событий, скажем, массовая болезнь, скажем, эпидемия какая-то, да, либо, скажем, войны, в которых погибает большое количество определенного населения, да, то, значит, остаются какие-то конкретные гены какого-то рода. Да, и если получается, что следующие поколения, то вот те, которые погибли во время эпидемии, войн, да, они уже за собой потомство не оставляют. Вот, и таким образом накапливаются вот эти вот самые отрицательные гены. Вот есть еще такое понятие, как эффект основателя, да, когда вот богатые, тайоны имели много детей, их дети тоже имели, они хорошо богато жили, тоже имели много детей, а те, которые победнее, у них условия жизни были не очень предисполагающих создание семьи и оставление большого потомства. Вот, и вот этот вот фактор тоже влияет на увеличение количества вот так называемых популяционных заболеваний, да. Такие заболевания есть в разных, и не только в якутах есть, да, и такие есть у финнов, есть такие заболевания в башкирской популяции, такие заболевания имеются и у евреев, ашкиназий, то есть это всему миру известно, да. На сегодняшний день выделяет 8 основных заболеваний, такие как спиноцереблярная атаксия, аутосонно-доминантным типом наследования, спиноцереблярная атаксия первого типа, миотоническая дистрофия, тоже аутосонно-доминантный тип наследования. Но здесь хочется сказать, что вот эти два заболевания, они были обнаружены, когда изучался вилюйский энцефалит. Было изучение международной экспедиции, да, экспедиции с международным участием, вот, и они в период изучения вилюйского энцефалита обнаружили вот эти случайно два серьёзных заболевания. Кроме этого, есть такое заболевание, как ТРЕМ-синдром, то есть это синдром якутского нанизма, есть такое заболевание, как метгемоглобиномия, значит, атаксия Фредрейха, ну и ряд других заболеваний, тоже с нанизмом и спельгеровской аномалией лейкоцитов, то есть ряд таких вот заболеваний. Но это не значит, что в якутской популяции, значит, только у нас, вот, да, не очень хорошо. В каждой популяции есть такие заболевания. А вообще, вот, как можно решать сложные биоэтические проблемы, связанные с генетикой человека? Вот я слышала в одном интервью, что 60 тысяч якутян у нас подвержены этногенетическим заболеваниям. Это действительно так? Ну, как сказала Оксана Гавриловна, да, всё зависит от изученности популяции, да. Бывает, популяция совершенно не изучена, ни в каком плане, да, и поэтому можно подумать, что в этой популяции нет никаких заболеваний. Просто она не изучена. Наша популяция, как я уже говорила, да, очень хорошо изучается. И вообще любое наследственное заболевание надо изучать по схеме. Это, во-первых, изучить всю популяцию на наличие того или иного заболевания, затем внедрить ДНК-диагностику данного заболевания, следующий путь – это, значит, уже поиски лечения, да, профилактики этого заболевания, и четвёртый этап – это именно соблюдение этических принципов. То есть для каждого заболевания нужно отрабатывать свои этические законы, принципы и так далее, да. И в конечном итоге это может привести к законодательству, к закону. Хорошо, у нас поступил телефонный звонок, давайте мы послушаем. Алло, добрый день, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Я вот послушал, да, вы сказали медгемоглобия, да? Медгемоглобин эмия. А? Медгемоглобин эмия называет это заболевание. Так, короче, у нас дедушка, да, по матери, у него, ну, такое, как его, губы у него эти, как… Синеют, да? Такие зелёные, ага, ну, синюшина была. И вот, как его, у нашего сына, да, старшего сына, тоже такое же было. Мы тут это, ну, исследовали, да, когда он маленький был. И нам объяснили, что есть в республике, то ли три, или четыре семьи только есть такие. Ну, диагнозы. Да, ну, на сегодняшний день… И сказали, это наследственно передаётся. Я вот просто, сейчас у сына тоже опять, ну, дети. Да, это заболевание аутосомно-ресессивное. Оно проявляется, когда встречаются два носителя и создают семью. Вот. Частота этого заболевания медгемоглобин эмия – 14,9 случаев на 100 тысяч населения. То есть довольно редкое. Да, довольно редкое заболевание. Поэтому я понимаю ваше беспокойство. Вам нужно будет сына направить в медико-генетический центр, в медцентре. Вот. Ну, может быть, не в этот период, скажем, да, через полгода, когда у нас ковид чуть потихоньку уляжется. Вот. Взять направление в свои поликлиники, где вы прикреплены по участку. И там в медико-генетическом центре вам всё объяснят. Оно достаточно хорошо лечится. Не переживайте. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прорвёмся на рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы продолжим наш разговор буквально через две минуты. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о том, что изучает генетика и почему результаты деятельности учёных так важны для нашего общества. Итак, я напоминаю, что сегодня у нас в студии врачи генетики. Наша программа выходит на телевизионном и радио канале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Мы продолжаем наш разговор. А влияет ли окружающая среда, питание или курение, например, другие внешние факторы на генетику? Да, конечно же. Помним, что такое генетика. Генетика – это наука о изучении наследственности и изменчивости. Жизнь не стоит на одном месте, всё течёт, всё меняется. Закон жизни. И что влияет на нашу изменчивость? Казалось бы, родители были здоровы, а ребёнок почему-то во взрослой жизни уже начинает раньше времени болеть. Все это замечают. Старшее поколение более крепче. Есть внешние факторы. То есть это излучение электромагнитное. Это в каждом доме у нас сейчас есть Wi-Fi. В каждом доме есть по нескольку телевизоров, компьютер. Потом наши эти телефоны тоже излучают. Да, электромагнитное излучение. Даже излучение электромагнитное идёт от обычного штепселя. Этих пилотов, в которых очень много электрических приборов подключено. Излучение у нас везде окружает. Исподваль, потихоньку накапливаясь, оно, конечно, вызывает разные изменения. Также большое влияние имеют на нас химические реагенты. Ксенобиотики. Ксенос – это от слова чужой. То есть это чужой химический, небиологический препарат, который каким-либо образом проникает в наш организм. Мы вдыхаем воздух, скажем, в больших городах, где имеется большое производство, испорченный воздух, который содержит микрочастиции каких-нибудь химических реагентов. Это может вызывать разные изменения в организме и в геноме. Продукты питания, которые мы употребляем, содержат окислители, антиоксиданты, красители, эмульгаторы. Вот эти все Е, которые как бы условно, они не вредят организму. Наши вредные привычки – это курение, это употребление алкоголя. Они-то все равно химические реагенты. Мы знаем, что никотин содержит около 30 мутагенов. Радиоактивные полони там содержатся, стронций, свинец содержатся. И мы знаем, что онкологи наши говорят, что 90% раков развивается у людей, которые длительно и интенсивно, даже пачка, более в день курили. Но здесь, конечно, хочется сказать, еще есть индивидуальные особенности. Мы помним, что известный премьер-министр Англии, его всегда приводят в пример, Черчилль, Уинстон Черчилль. Он курил сигары, достаточно вредная вещь тоже для курителя. До 90 лет он прожил. Он интенсивно куривал, выпивал виски, и здоровье у него было отменное. Но Черчилль это исключение исправил. То есть у него та генетика, которую мы уже не можем в себе повторить никаким образом. Поэтому на него не стоит равняться. Таким вот образом проявляет себя и внешние экзогенные так называемые факторы. Есть эндогенные факторы. То есть, например, если женщина в возрасте беременеет, и у нее высокая вероятность рождения ребенка с пороками развития или синдромом Дауна. Потому что яйцеклетка, которая в ней начала свою жизнь, она имеет достаточно большой стаж жизни, так скажем. Ведь яйцеклетка возникла еще в утробе, когда эта мамочка была у своей мамы в утробе, получается. То есть эта клетка не меняется. Вообще самая большая клетка в организме человека. И она не меняется вообще совершенно. И вот она, дождаясь своего звездного часа, идет в оплодотворение, и она может вызвать мутацию. Так же и хронический стресс, как я уже говорила, относит также к внутренним эндогенным факторам, которые вызывают мутацию, и гормональные дисбалансы. Мне хотелось бы узнать, какие интересные научные исследования у нас проводят среди населения? Ну, у нас, значит, в нашем отделе есть ряд ученых мирового значения. Это Сардана Аркадьевна Федорова, которая изучает этногеномику. То есть она с помощью методов генетики доказала происхождение нашего этноса якутского. Далее, значит, Барашков Николай Алексеевич, да, он впервые обнаружил новое наследственное заболевание. Это, значит, не синдромальную, а сенсионевральную тугоухость, а утосомно-рецессивные заболевания, которые внесли в базу данных ОМИМ. То есть это очень большое достижение. Далее, значит, у нас изучаются также и мультифакториальные различные заболевания. И вот биоэтические исследования лично я провожу. Недавно вот в очень хорошем международном журнале «Циркум Полар Хелс» вышла наша статья о, значит, исследовании мнения молодежи о ДНК-тестировании наследственных заболеваний. И оказалось, что наша молодежь очень заинтересована в ДНК-тестировании, да, хотя они очень хорошо осведомлены о том, что в республике очень высокий процент наследственных заболеваний. 90% молодых людей знают, что у нас в республике высокий процент наследственных болезней. Соответственно, они хотели бы пройти какое-то вот для себя, значит, приконцепционное обследование, да. Это очень радует. Кроме того, очень интересно было то, что молодые люди, более 50%, они, оказывается, интересуются своим происхождением. Кроме того, наши молодые люди хотели бы тестировать своих еще не родившихся детей на предрасположенность к какому-либо заболеванию. То есть они думают о детях, да, то есть еще даже заботятся о будущем. То есть мы увидели, что именно молодые люди, мы же сделали опрос, у нас, значит, до 30 лет 300 человек опросили. Это были студенты северо-восточного, значит, университета нашего. И, кроме того, молодые люди, которые, ну, офисные работники и так далее, раздавали анкеты, да, и вот 300 человек обработали, вот, и делали такую публикацию. Ну что же, действительно, генетика довольно быстро шагнула вперед, да. А чего нам ждать вот ближайшие 20-25 лет? Хотелось бы немножко заклинуть в будущее. Сейчас уже с помощью ДНК хотят узнать вообще все о человеке, да. Даже вот недавно, да, в печати промелькнуло то, что с помощью ДНК, оказывается, внешность мумифицированных, значит, людей из Древнего Египта, они, значит, уже смогли их лица, и вообще цвет кожи и так далее с помощью ДНК. То есть, вот, оказывается, с помощью ДНК можно определить и характер человека, и его будущие привычки. И, кроме того, с помощью ДНК можно, с помощью геномного редактирования можно изменить даже и вылечить какое-то наследственное заболевание. Да, это, конечно... А вот вмешательство не опасно? Да, вот как раз-таки этим занимается биоэтика, да. Биоэтика — это такая наука, которая должна найти консенсус между влиянием науки на общество, и должно найти такое какое-то равновесие, да, чтобы не перешагнуть какой-то рубеж. Потому что если будут вмешательства в половые клетки человека, то это может быть передано в следующие поколения, то есть вот эти вот редактирования генома и так далее. Поэтому государство принимает специальные законы, запрещающие клонирование, геномное редактирование и так далее. Но в то же время наука, она не стоит на месте, она всё равно будет идти вперёд. Хорошо. Оксана Гавриевна, на Ваш взгляд, надо ли популяризировать генетику как науку? Да, я считаю, что надо обязательно. Тем более вот Сардана Конна подтвердила своими исследованиями, да, что молодое поколение живо интересуется этим. Вот. И почему стоит популяризировать? Учитывая то, что всё-таки у нас популяции достаточно наследственных заболеваний, да, то надо обязательно для их решения, потому что наследственные болезни, они сложные, они плохо лечатся, практически даже неизлечимые в большинстве своём. С ними надо учиться жить, надо учиться преодолевать и не сидеть в одного у себя дома, получается, со своей проблемой. Поэтому для решения таких вот проблем мы создали ассоциацию больных пациентов со спиноцереблярной атаксией первого типа, ну вот, и другими нейродегенеративными заболеваниями в республике Саха-Якутия. То есть вы объединили людей по типу заболеваний для того, чтобы изучать, работать с этой группой? Да. Идея эта была ещё у нас в 2002 году возникла, ну вот в 2020 году у нас появились возможности, и мы создали эту ассоциацию, мы выиграли два гранта, вот, и сейчас готовимся уже заявку подавать и на следующий грант. Съездили мы в Абыйский УЛУС, вот, обследовали больных со спиноцереблярной атаксией, но одной поездки, конечно, мало на такой УЛУС. Но всё равно вот по результатам этой поездки уже какие-то определённые выводы. Да, выводы такие, что всё-таки нужно информировать обязательно, активно, причём с любовью надо это делать. Не так вот директивно, как вот я врач, а ты вот просто так, пациент, и прими как есть, да. То есть на правильном языке для пациента, на понятном для его языке, вот войдя в его проблему, изнутри посмотрев, скажем, сочувствуя ему, помочь ему решить. Потому что стрессовый фактор у них, конечно, достаточно большой, так как это заболевание достаточно сложное. Вот, и мы дальше будем работать с нашей ассоциацией и надеемся на поддержку. Ну и пожелания для наших телезрителей и слушателей. Да, конечно же, чтобы уменьшить этот мутагенный эффект, индуцированные мутации, я бы хотела пожелать нашим телезрителям всё-таки заботиться о себе, думать о себе, избегать стрессовых факторов, правильно питаться и заниматься собой. Хорошо, спасибо вам за то, что вы приняли. Можно мне пожелать? Нет, мы уже не успеем за участие в нашей передаче. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Её подготовила и провела редактор Сарголана Антонова. Я напомню, что сегодня у нас гостили врачи генетики. Всего вам самого доброго и до свидания. Сарголана Антонова